Это стойка шасси Су-24 длиной практически 2 метра и весом почти 200 килограмм. Эта деталь от самолета рассказывает руководитель экспедиции рейс 811 Сергей Агафонов в дань памяти жертвам авиакатастрофы, произошедшей в августе 1981 года. Тогда, говорит мужчина, в Бурейском районе столкнулись два самолета гражданский Ан-24 и военный бомбардировщик Ту-16. Погибли 37 человек. Через 40 лет эта история вновь встала на слуху, а на поиски обломков выехала экспедиция из 22 человек. Фрагмент самолета участникам первой поисковой экспедиции найти удалось. Теперь у них новая цель – установить на месте крушения монумент. Очень обидно, когда о людях просто забывают. Нам хотелось, чтобы… Да, это будет в тайге, да, там кроме медведей и зверя никого нет. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь там проедет. Но это не значит, что о людях не должны помнить. В нынешнюю экспедицию отправились 9 человек. Собо у них, кроме фрагмента, стойки с шасси, несколько мешков, цемента, молотоотбойники, а также запасные комплекты колес на непредвиденный случай. Первая опасность – это река Декан. Она непредсказуемая такая, очень бурная речка. Довольно глубоко приходится, наоборот, преодолевает. Две машины спокойно преодолевает, остальные, скорее всего, будут на сцепке, потому что машина всплывает по высоте, а не пониже. Поэтому придется их вылавливать. До нужного места участники экспедиции памяти рейса 811 будут добираться почти сутки. Им предстоит преодолеть 320 километров, из них 220 по асфальту и чуть больше 100 километров по бездорожью тайги. Ольга Сысой, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение.